Создыркиндыгы, азамукугын барын тевелеп-тепчеп, Өз білгендерін келіп жатшат. Біз мұндаға жол бердей, Өтлері чөт жақа сатыпатқан жиыолысы өтпілген. Элмінең генеші геспейтіру берез жүрген гемпроват андаймыз. Генпроват үргіздеке, қалдаға жол бізге таңдықтік үргіздеке, Құлтғын тұқтықтқаны шоуын барды. Жәнің білгендерін, айыры көргіздеке, Құлтғын түргіздеке, Құлтғын тұқтықтарының есі. Сәйтеме өтіп қалықтықтарының есі. Власть совершает ошибки, которые уже были совершены. Мы помним, как передавался Узенгекуш, тогда точно так же были запугивания, точно так же Акаев говорил, что мы 30% только отдали Китаю, 70% мы оставили. Здесь же власть говорит о том, что лично Садыр говорит, что 99% мы выигрываем. Если мы возьмем 4000 гектаров, которые под Кемпирабадским водохранилищем, и умножим на 99%, то получится 4000 квадратных километров. Узгенский район, площадь составляет 3400 квадратных километров. Неужели узбеки претендовали на целый район, даже больше, и мы, мол, выиграли? То есть это очередная ложь, неправда. Сегодня, кстати, 80-летие Динары Асановой, которая говорила, у меня нет времени говорить неправду. И вот мы хотим сказать, что мы устали слушать неправду от наших властей. Наши требования это обнародование документов по пограничному вопросу и немедленное освобождение политических узников. Тем не менее, некоторые СМИ сейчас муссируют мнение о том, что подобные митинги и подобные требования являются провокацией, направленными на то, чтобы дестабилизировать ситуацию стране. Это обычные старые штучки властей. Это было и при Узинге Куши, и при Каркере. Никакой дестабилизации нету. Это наше конституционное право. Как раз таки хаос сеет власть, которая не соблюдает законы. Документы были приняты без учета регламента, простых законов. Это и есть хаос и беззаконие, это и есть провокация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь очень будет質問, мы с тем, что мы сделали это и раскрыто. Мы не знали, что именно сейчас мы находимся в этом доме. Мы находимся в комитете на этом комъете. Но это хорошо для нас, чтобы собрать их все, непосредственно их. Но сегодня, если мы находимся на этом доме, то мы должны сделать дирекцию на это. Субтитры передал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Избытие! Коп-коп-сон! Wirаз就會 достura w Tohtasun! Takstasun! Tohtasun! 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 Bizdiki! 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 ТОКТОРСУН ТОКТОРСУН Продолжение следует... 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 водитель keeper об от кемпира, прават быть веке. Совы вериливессы. Совы вериливессы. Совы вериливессы. Совы вериливessы. Совы вериливессы. Без права! 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 Без прав Продолжение следует... 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 и соответствующим образом привлечь их к ответственности. Непривлечение к этой ответственности ведет к тому, что на сегодняшний день правоохранительные органы ведут себя вне рамках закона. Проявляют на сегодняшний день массовые репрессии. Это срочно остановить надо. И это остановить, потому что гражданское общество на сегодняшний день, я вижу, молодое. Мне 73 года. И я вижу, да, фамилия моя Арганбаев Сапорбек. Я в свое время, в 2005 году, был административным, я встретил 24 марта в камере. 2010 год тоже встретил в камере по Петровским событиям. И никто по Петровским событиям, власть, которую организовали это, не были привлечены. Те рядовые следователи, рядовые, будем говорить, сотрудники правоохранительных органов не были привлечены. И на сегодняшний день вот этот процесс, процесс продолжается, очень к большому сожалению. И я прошу, не прошу, я требую, чтобы президент отреагировал. Он вся полнота властью на него, и он ответит. И пусть, обращаясь к правоохранительным органам, большая просьба вам. Там есть достаточно большое количество достаточно достойных работников этой системы. Обратите внимание, беззаконие, беззаконие не привлечет к стабильности в обществе, не привлечет доверие граждан к этой власти. А это очень сугубо большими последствиями. И стабильность, если они хотят стабильность, срочно возвращайтесь в рамках закона. Держите себя в рамках закона. Граждане, мы, в свою очередь, обещаем быть в рамках закона, держаться, требовать в рамках закона свои права. И мы будем продолжать эти требования на сегодняшний день. Спасибо вам. Сегодня мы вышли, в первую очередь, из-за того, что вчера задержали активистов, политических деятелей, из-за того, что они высказывали свою точку зрения по поводу Кемпирабада. Я, как бы, был из числа тех людей, которые не сильно разбирались в ситуации. Я также, как и все, обещали нам предоставить какие-то документы, чтобы доказать, что действительно это было выгодно для Кыргызстана. Все это соглашение, на самом деле, ничего плохого для Кыргызстана не представляет. Но так как прошло уже сколько дней, до сих пор мы не получили внятных объяснений, почему так происходит, никаких документов. И поэтому, даже помимо этого, задерживаются люди, которые высказывают свою точку зрения. И это наводит на мысль о том, что действительно что-то там нечистое. Поэтому и сейчас, на самом деле, у нас такая ситуация в стране, очень напряженная, потому что у нас есть угроза в лице Рахмона, на границе, которая копает окопы. И мы должны быть готовы к внешней угрозе. И вместо того, чтобы объединять людей, власть, к сожалению, разъединяет общество. Поэтому сейчас не та ситуация, когда нужно подобными мерами пресекать действия активных граждан, которые имеют свою точку зрения. Цель организации комитета по защите Кемпера Бада должны были провести митинг, так же, как вот мы проводим. Но почему-то вчера произошло из ряда вон выходящее происшествие, когда всех гражданских активистов задержали, во-первых, провели обыски, не нашли никаких запрещенных предметов, определенные фейк-аккаунты, выпустили фотографии с автоматами, с оружием. Но никакого оружия автоматов не было найдено у гражданских активистов, которые были задержаны на 48 часов. Они только хотели защищать законным образом Кемпера Бада хранения. Ошол, сунушкула ендешкенекенде, буль-джерди бервейлигдегенде, сунушкушолу болча, буль-джердегенде? Ачыктасын протоколу.